Сейчас, если вы готовы, скажите «Да». Вы готовы? Вы готовы? На эту сцену я приглашаю обладателей престижной премии «Золотой листок» в номинации «Лучший товарооборот в 2020 году». Пара, которая менее чем за полтора года стремительно набрала обороты и уже за короткий срок стала участниками закрытых элитных клубов «Даймонд Флайт» и «Стар Тим». Победитель летней академии 2021 «Дикая Памама» команда «Райзинг Сан», обладатель новенького белого автомобиля «Тесла», амбассадоры «Келли Винсен» и «Тина Мальса» в США. Давайте громче, громче поаплодируем, друзья! БИКЛОСИВИЯ! 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 И вы вошли на этот путь неизвестности, не зная, что вас ждет. Но вы здесь, вы пришли, и мы надеемся, что это решение изменит весь ход вашей жизни. Итак, кто из вас начал 2020 год в не очень хорошем состоянии? Я думаю, что многих из нас пандемия в начале 2020 года стала просто неизвестной. И несколько месяцев назад, мы думали, что здесь происходит? И мы не понимали, что происходит. И я думаю, что так много людей в мире сейчас, которые идут в bed в ночное время, wondering, что будет происходить в завтра. И сейчас очень много людей, которые засыпают с одной мыслью, что будет завтра. И в связи со всеми событиями, с визами, перелетами многочисленными, всю прошлую неделю, пока мы не приехали в Москву, мы каждый раз думали, что же будет завтра. И нам потребовалось действительно настоящее чудо, чтобы добраться сюда. И вы нас так горячо приняли, так тепло. Мы очень благодарны всем вам, благодарны компании, потому что ни в одном из мест, где мы с Тиной до этого не были, ни в одной компании, нас так горячо, так тепло, с такими распростертыми объятиями еще не встречали. И где-то в середине 2020 года мы сказали, все, хватит. Сколько людей потеряли работу, потеряли доход, потеряли привычный образ жизни? Сколько людей потеряли близкого человека, потеряли друга, и вообще сказали, что все, хватит терять. С меня довольна. Кто так сказал? And that's where we were at, in the middle of the pandemic, when somebody introduced us to APL Go. То же самое сказали мы себе, хватит. Когда в середине пандемии нас познакомили с компанией APL Go. So, we joined APL Go, or Network Marketing, out of desperation, and, you know, people join this business out of two things, either desperation or inspiration, and we definitely wanted a change in our lives. Мы пришли в сетевой маркетинг от отчаяния. Есть два типа людей. Кто-то приходит от отчаяния, кто-то от вдохновения. Но мы почувствовали, что в нашей жизни нам нужны перемены. How many of you joined APL Go because of the product? Кто из вас присоединился к APL Go because of the money? А кто присоединился из-за денег? 50-50. 50 на 50, да? So, when I started Network Marketing 15 years ago, it was out of desperation. Когда я только пришла в сетевой бизнес 15 лет назад, я пришла от отчаяния. I was raised very traditional. Я росла в традиционной семье. My mom was born in Vienna, Austria. У меня мама родилась в Вене, Австрии. My dad, Iowa, United States. А папа из Айовы, США. But I was raised very, um, you go to school, you get good grades, you get an education, you pick a job. Но воспитывали меня традиционно, в начале школы, университет, образование, работа. You work for 40 years, 40 hours a week. И таким образом ты работаешь 40 лет, 40 часов в неделю. Until you're 65. До 65 лет. And then you sit at home and watch the news all day. А потом просто остаешься дома, сидишь и смотришь новости целый день. So I had no entrepreneurs to look up to in my family. У меня в семье предпринимателей не было с кого бы взять пример. So I followed the path that I knew, and I got a great education, I got a good job. And 12 years later, I worked my way from the secretary of a company to the vice-president. And then I went to work on a Monday morning, and the entire company had moved across the state of California without telling any of us. And I was out of the job as a single mom with a 10-year-old child. I lost not just my job, but I lost my security and my trust that anybody was going to take care of me except me. И я потеряла не только работу, я потеряла уверенность в завтрашнем дне, я потеряла то, что дает мне гарантию, что завтра у меня будут деньги. So I turned to network marketing for a change. Итак, я пришла в сетевой маркетинг, чтобы сделать эти изменения. At the time, I didn't care about the product. I cared about surviving. На тот момент продукт мне был не так интересен. Мне важно было выжить. A friend of mine showed me an income disclosure statement. И моя подруга показала мне, счета показала мне, какая оплата идет в сетевом маркетинге. How much money people can make in this industry, and I thought it was a total lie. Она мне показала, сколько люди зарабатывают, и на тот момент мне показалось, что это просто бронье. So she got me on the phone with the number one female income earner in the company. Но потом она организовала телефонный звонок с топовым дистрибьютором в компании, который зарабатывает больше всех. И я просто была поражена, какой доход можно получить в такой короткий промежуток времени. И еще до того, как она добралась, эта подруга добралась домой, я уже дома на компьютере быстренько подписалась. И я сразу же начала работать, потому что я воспринимала это как такую же работу. У меня есть начальник, у меня есть распорядок, есть график, и я работала каждый день. И так, я присоединилась к сетевому маркетингу исключительно от отчаяния, потому что мне нужны были деньги. История моего мужа Келли прямо противоположная. Ну, вы знаете, как говорят, что противоположности притягиваются, да? Я вырос в Южной Калифорнии, США. У меня 10 братьев и сестер. И когда в большой семье, ртом не деваешь, я научился есть очень быстро. У меня не было предоставлено многое в жизни, в отличие от моих друзей. То есть у меня не было какого-то задела большого. Мне не нравилось школу, мне не нравилось, когда мной командуют. Я вообще еле-еле закончил школу. Но, когда растешь в большой семье, то уже с ранних лет понимаешь, что пробиться в жизни я смогу только сам. И я занялся тем, что у меня хорошо получалось. Это строительные работы. И основал свою строительную компанию. И спустя 20 лет после того, как я работал, очень много, очень усиленно, много часов в день. Я могу сказать, что я положил свое здоровье, чтобы заработать деньги. И в результате мое здоровье очень сильно пошатнулось. Поэтому, мое вдохновение присоединиться к этому бизнесу, это поддержание и улучшение моего здоровья. И остался я уже благодаря тем огромным деньгам, которые я смог заработать. Я, наверное, тот человек, который вообще практически ничего не понимает ни в науке, ни именно в сфере здравоохранения. Для меня здоровый образ жизни заключался в том, что я в день вместо трех пицц съел бы одну. Я с самого начала ничего про бизнес не знал. Я не знал, как, вообще, что делается. Но есть что-то у каждого из нас, что у нас хорошо получается. У каждого такое есть. И что я сделал? Я сделал свой недостаток, я его перевернул. Я сделал это своим достоинством. Я очень много работал и очень много вкладывался. И что я сказал себе? Возможно, я не самый умный, но я буду самым трудолюбивым. Итак, Келли искал компанию, которая бы занималась продуктами для здоровья. И он принял участие в конференции, где была моя компания. Итак, мы с ним познакомились. И спустя пять дней я сделал уже эти предложения. Я очень хорошо знаю, как закрывать сделки. Поэтому для всех тех, кто еще не встретил свою вторую половинку, подобное мероприятие это как раз то самое место. Если я имелся с одной девушкой, я бы привык их сюда. Денис, Айдат, Влад. Look at all the handsome men for you young ladies. Если бы у меня была незамужняя дочь, я бы ее обязательно взяла сюда. Посмотрите на таких чудесных мужчин, которые у нас здесь. Айрад, Влад, Денис. И когда вы встречаете партнера, у которого то же самое видение, кто идет в том же направлении, у кого тот же самый драйв, в такого человека очень легко влюбиться. Итак, мы присоединились к сетевой маркетинг из-за отчаяния. Но к APL GO мы присоединились из-за вдохновения. Когда мы только узнали о компании, мы стали смотреть видео. И знаете, что мы увидели? All of you guys. Right? And you were having fun. We saw Ilyana, and we saw Vitaly, we saw Maya, and Danny, and Nina. And we got excited. But we didn't know why, because we didn't understand what you all were saying. But you were excited. And that made us excited. So, we definitely liked the company, but we fell in love with Sergi. And when he came, yes, and when he came to town, and shared his heart with us, and his vision for this company, we couldn't wait to be a part of it. We were very impressed that Sergi immediately came out to see us, and even met with us at our house. We were just with the impression that Sergi agreed to come to us, and he came to our house. We don't do anything, unless we sit down with somebody, and break bread with them, and look them in the eye. And I didn't understand a word that Sergi was saying, but I was so excited, because he was so excited and passionate, and I fell in love with that and wanted to be part of it. And we were happy, right up until this moment. Sergi and Felix were showing us the video of the Summer Academy, and that was the look on my face. I was behind laughing, because I was super excited about Panama. I said, aren't you happy with our performance? Why are you trying to punish us? So, I said, no, thank you, Sergi, I don't want to go. And nine weeks later, we were in Panama. Have you ever tried to say no to Sergi before? He doesn't know that word. So, this was our first photo on the island, and I thought, I am going to die here. And then they made us wear orange, like we were in prison. But as we did challenges, and met our teammates, our wonderful Rising Sun teammates, it got a little better. So, I was super excited when they dropped us off on the first island, and tricked us and said, we're going to have to build a shelter, and we're staying on this island. I was happy and smiling, because I turned to Tina and said, we're going to have the best shelter ever. Because I just wanted to curl up in a ball. It was awful. But, once the challenges started, that was when we really found struggles. Our team was from Moldova and Russia and Germany and Bulgaria and United States. And on the first challenge, we were screaming at them in English, and they were screaming at us in Russian. And then we learned that's just how Russian people talk sometimes. And we thought they hated us. But, you know, the challenges really taught us some major skills that we did not have in communication, and team building, and working together. It was a perfect example of the adversity that we all face in our businesses. And you're going to have moments where you're going to have to figure out on the spot how to accomplish something. And I call it adapting and overcoming whatever circumstances you're in. So, Tina and I actually knew most of the challenges, if not all of them. But the challenge was how to communicate that to everyone on the team. So, imagine knowing the answers, but not having the ability to tell everybody else what the answer is and how to get it. I was banging coconuts on my head. But we learned so much from some of the challenges. One of the challenges that really impacted me was building with wood blocks. But also, thanks to this challenge, we learned a lot. It was a challenge where we needed to build something from wood blocks. There was a pile of blocks, and Sergei said, build it tall. And to watch 40 people build 40 different structures with that one instruction really made me think about how I communicate to my team. But the lesson was, there is not one correct way to build your business. Whatever you're doing that is working, you keep doing it. And you do it, and you do it, and you do it. If you're building in person, and that works for you, don't worry about social media. If you're building on social media, and that works for you, don't worry about what other people are doing in person. Everyone in this room is unique, and people will join your business because of you. All right, well, there's a universal saying that goes like this. People do not care how much you know until they know how much you care. And we really cared about our team, Rising Sun. But we didn't even know their names. And just like all of our businesses, we have to figure things out. I figured out that maybe we could write our names in English, and Russian, and German, so we would at least know the first basic step of human contact, which is knowing somebody's name. It opened the door to our team really coming together, but also it opened the door to talking to the other team, Black Pearl, and ended up making a lot of friends with everybody there on the island. So day three was water day, and that was really tough. And I don't know that I've ever leaned on people as much as I did on that day. Danny and Desi and Laysa and Dennis and Nodir were life savers to me. Danny, Desi, Nodir, все вы для меня оказались спасателями. So one of the challenges was swimming. I'm not great at swimming. And I couldn't quite get to the shore. I got a leg cramp in the water. And Sasha went back into the water to come save me. And to me, that's family, and that's what APL is to us. And to me, that's family, and that's what APL is to us. And to me, that's family, and that's what APL is to us. So after I cried for like an hour, and I was discouraged, hungry, tired, angry, and all the emotions. I went off by myself, and I just had to talk to myself. And I had to stop and say, what is it that you really want? And I asked myself, what do you want? Friends, what do you want? When was the last time when I asked myself, I want you. Friends, what do you want? I want you. I want you. That moment. Right now I'll. That moment. I want you to play. Right now. Я не знал, что в себе несет следующий день, следующий час. И я на тот момент не думал о том, чтобы выиграть Теслу. Я просто хотел выиграть в каждом соревновании. И для меня тот вызов, которым я сталкивался на протяжении всей своей жизни, это принятие. И в конце, когда я понял, что всем нужно голосовать, и голосовали даже люди, которые меня не знали. Для меня это было самое большое чувство принятия, которое я когда-либо чувствовала в жизни. И в тот момент, буквально за несколько минут до того, как была сделана эта фотография, я сказала Сергею. Сергей, я больше никогда не буду в вас сомневаться. И даже если люди вначале приходят за продуктом или приходят за деньгами, остаются они все равно благодаря той культуре, которую вы построили. Той культуре, которая в компании. И так я вам скажу прописные истины, которые бы вам сказал любой лидер. Первое, что нужно сделать, это первое, что нужно быть, нужно прийти. И во-вторых, нужно быть честным. Честным с самим собой и честным с окружающими. И в-третьих, нужно рабо-тать. Нет волшебной феи, которая придет и скажет, вот тебе успех. И в завершении, делайте то, что надо, и будет хорошо. И все эти четыре основных направления вы уже делаете. Первое, вы уже пришли. Тысячи людей не пришли сюда. Но вы приняли это решение. Вы приняли решение быть здесь, и вы здесь. И когда мы все дома, вы все равно должны решить, что вы будете здесь в следующем году. И вы будете принимать эти решения, быть счастью этой компании. И успех обязательно придет к вам. Мы хотели бы благодарить Майя за то, что она начала нашу команду в США. Трэвис, Саммер. Мы хотели бы поблагодарить Каури, Дженни, нашу команду в США. Спасибо вам большое. И большое спасибо всем вам, что вы нас так тепло принимаете. Каури, Дженни. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok